Так, Ческинг. Ческинг 245. Сложный для меня соперник. Достаточно. Так, ну играю белыми. Поехали. Д4. Так, сюда. Давайте куньца 3 сыграю. О, молодец. Помогает девушкам-стримерам. Моей Виолетте. Помогает раскрыть канал. Молодец. Уважаю настоящий мужик. Спасибо. Не, ну тут вопрос-то не только в том, что они девушки. Как бы. Я в целом мне не жалко порекомендовать каналы, которые мне нравятся. То есть мою Виолетту я посматриваю. Периодически захожу к ним на стримы. В том числе, кто, наверное, старые зрители, ну в смысле те, кто давно смотрят, помнят. Например, я рекомендовал канал Сергея Жигалка. Когда он только начинал, то есть когда у него там тысяча подписчиков было. Сейчас у него уже больше, чем у меня заметно подписчиков. Вот он иногда рекомендует своим зрителям мой канал. За что ему спасибо. То есть это тоже так возвращается. Вот я сегодня как раз увидел комментарий. Буквально человек написал там, привет Вова. Пришел от Виолетты. Классно стримишь. Там лайк, подписка. То есть уже поэтому мне не вижу в этом ничего прям такого. Так сказать, не жалко мне. Так. Ладно. Е4. Прессингуют в духе Шура Гельмана. Ну, в духе Шура Гельмана тяжело прессинговать, но пытаемся, да. Пешка на Б7 кстати, подвисает. Ее зевать, наверное, не стоит. Кстати, что-то Чизкинг подслил рейсинг. Вроде 2.400 у него было. Ну ладно. Так. Работал сильно над теорией по фильмам «Ход королевы» и «Жертва пешки. Чувствую силу». Неплохая теория такая. Так. Не знаю, в 4 и в 5 попытаться или просто по центру поиграть. Ладно. Давайте пока ладью подвел. А там, как говорится, разберемся. К-1800 прессингует. Это опасно. Да-да. Всем привет. Вове удачи сегодня должен быть готов на 100%. Да. Будем надеяться. Так. С3. Окей. Сюда. Так. Ферзь С2 пока сыграл. Пока играем со зрителями по вызовам. Но, наверное, новые вызовы уже отправлять особо не имеет смысла. Потому что, скорее всего, мы поиграем сейчас еще. Я думаю, минут, может быть, 20. И потом пойдем поиграем в турнирчик. Вероятно, тоже со зрителями. Так. Вовы собираешься играть в турнир для стримеров, который организовывает Александр Гельман с Романом Абуевым? Да. Собираюсь. Я подал заявку. Меня, собственно, уже приняли там в клуб. Так что, да. 16-го числа будет такой турнир стримеров, который организовывает Гельман с Абуевым. И я его планирую играть и стримить. У себя на канале, естественно. Так что, тоже буду рад всех видеть. Так. Ну, а давайте у нас 4, кстати, мне нравится ход. Так, мне кажется, очень такая неприятная связочка для черных. И как им развязываться, тоже не совсем понятно. Так, сюда. Если ферзь F5 даже просто пошел. Или ладья F5 все-таки. Ладно, давай ладья F5. Мне нравится больше. И на так просто усиливаю давление ладья F1. Теперь конь особо не прыгает, потому что там на F7 провисает. Очень неприятно для черных. Тяжелая позиция, мне кажется, у соперника. Будет он бороться, понятно. Но удастся ему что-то все-таки или нет, это вопрос. Так, ну тут уже как-то просится жертва на F6 очень. На F6 забрали, забрали. Но там ладья F6 как-то он успеет защититься. Это плохо. Давай пока ферзь D3. Так, аккуратненько, незаметно подвожу ферзя, чтобы он куда-то на G3, на H3 мог отправиться. Так-с. Как бы его тут прижучить-то, а? Ладно, давай пока ферзь F3. Усилил давление на F6, подвел еще ближе ферзя и напал где-то на пешку B7. Хотя, не факт пока, что я хочу ее съесть. Но посмотрим. Все может измениться. Так, подавлю. Ну, кстати, мы играем без добавки. Времени у меня не так много. Так что, пожалуй, это повод... Ого! Неаккуратный ход-то, а? Неаккуратный ход. Можно так играть в шахматы? Так, да блин. Видимо, можно. Ладно, давай слона я пока хочу сохранить. Поэтому играю слона уже 3. Да, и точно уже мне пора ускоряться. Так, ладно, все, чатик давайте пока закрываю. Чтобы не отвлекаться. Уже больше сотни зрителей. Всех приветствую, всех рад видеть. И мы продолжаем. Играем дальше. Играем сегодня со зрителями. Будем готовиться к матчу. И, надеюсь, завтра матч сыграю хорошо. Так, сюда. Вон, пора. Пора тяпать пешку. Нагло. Еще одну пешку. Так, если какой-нибудь со 6 напасть. Куда ему слона-то делать? Вопрос интересный. И непонятный. На сюда есть Д5. Дело в том, что если... А, сюда. Ну, ладья Д5 просто. Д5. Ладья Е5. Главное, мат не зевнуть мне. Мат озевать. Плохая примета. Где-то я такое слышал. Так, я, кстати, зевнул пешку на Ж2. Но на Ж2 пешку зевать не такая плохая примета. Это, в принципе, на самом деле грозит ферзь F8. Так, задумался. И защитился. Или все равно, кстати, может ферзь F8 серого работает? Нет? Ладно, давай. А, сюда нельзя. Ладно, давай. А, блин. Ничего нельзя. Давай ладья Е2 просто. Я подменяюсь. И реализую лишнюю фигурку. Так, сюда ладья Е7. Феслун Е5. Так. 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 Блин, соперник-то сопротивляется. Проигрывать не хочет. Представляете? Представляете, какой ужас соперник не хочет проигрывать? Так, не честно, я считаю. Поддавил на F6. Пешка, по-моему, падает. Так, забрал. Забрал. И мат. Уйом! Хухухух. Выви. Я вообще про свое время забыл. Я на него просто не смотрел. У меня 2 сотые секунды остались. Фантастика. 2 сотые секунды. Да, вот 2 сотые, кстати, магическое какое-то число. Если помните, недавно на последнем, по-моему, даже стриме мне на 2 сотых пад поставили. А теперь я на 2 сотых выиграл. Вот так вот бывает иногда. Да, повезло. Блин, а вообще на время. Я еще думал, у меня еще несколько секунд-то точно есть. У меня уже совсем время качалось, да. Красиво. Красиво получилось. Красиво. 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 Продолжение следует...